Народная Библия отвечает на более широкий круг вопросов. Как и кем был создан мир? Кто принимал участие в сотворении человека? Откуда и как появились разные растения, животные, природные, культурные объекты? И откуда люди получили знания, как обустроить свою Вселенную? Таким образом, оказывается, что библейские сюжеты покрывают поле очень широкой народной этиологии, то есть представлений о происхождении всего и вся в нашем окружающем мире, как в природе, так и в культуре. И, естественно, в этих текстах, в этих идеологических легендах сочетаются архаические, космогонические и космологические представления с элементами христианского вероучения. Потому что все отталкивается от того, что сотворение мира и всего, что последовало потом, это была воля сакрального персонажа, воля Бога. Ну а там дальше уже, кто ему мешал и помогал, это уже вопрос отдельный. Таким образом, в круг библейских легенд входят и представления, которые к Библии, строго говоря, не имеют отношения. Ну, например, о том, откуда взялись всякие мифологические персонажи, домовые, лешие, водяные и всякие, значит, разные локальные духи природные, которые человека окружают в повседневной действительности. И здесь мы имеем самые разные версии, которые в разных традициях фиксируются, и это еще одна особенность народной Библии, как бы склонность к вариативности. Не выбирается какой-то один сюжет и не объявляется, что вот это правильно, это так, как в канонических текстах, да? Вот есть канон, а остальное все отступление уже это не совсем верно. В области народных легенд совершенно равноправно существуют разные, так сказать, версии одного и того же сюжета, и они друг к другу не спорят. Более того, интересно даже, что иногда в пределах одного села можно записать, да, вот от соседей, две разные версии, и обе они будут правильными с точки зрения народного мировоззрения. Ну вот, в частности, об этих самых леших домовых и всяких водяных. Существует легенда, которая очень широко распространена в разных регионах, ну в частности, если мы возьмем, скажем так, российские регионы, но большую часть, как-то так, более кучную, на русском севере ее всегда фиксировали. Это легенда, которая условно называется «Откуда дьяволы разные». Значит, когда Бог сверг с неба восставших ангелов, которые, значит, возгордились и хотели встать с ним вровень, сравняться с ним в славе, эти, значит, восставшие ангелы попадали на землю, и вот кто куда упал, тот тем и стал. Значит, кто упал в лес, тот стал лешим, кто упал в воду, тот стал водяным, кто упал там на дом, тот домовик, кто во двор, тот дворовик, ну и так далее. В зависимости от традиции, количество и разнообразие, ассортимент этих самых существ варьирует. Но, тем не менее, вот схема сюжета такова. Но это не единственное объяснение, откуда взялись все эти существа, потому что на самом деле есть еще и другие версии. В частности, вот о том, что, и одну такую версию, вот мне посчастливилось в 80-м году в Кемском районе записать, вот здесь, в Карелии, значит, что это на самом деле спрятанные Адамом и Евой дети. Потому что в раю Адам и Ева, они на самом деле жили нормальной семейной жизнью, еще до того, как Бог их оттуда выгнал. И у них наплодилось много детей. И показать этих детей Богу, им было стыдно, они, значит, как-то постеснялись. И поэтому спрятали их кого куда. Вот, значит, кого в лес, тот в лесовика превратился. Кого, значит, в подполье, тот, значит, стал вот этим самым подпольником, подпольником, да, не путать с подпольщиками, домовым духом. Кого в воду бросили, в общем, тоже такой довольно, ну, резкий, я бы сказала, поступок, да, тот стал водяным. Вот отсюда появились эти самые персонажи. Дальше. Следующая версия, опять же, бытующая во многих восточнославянских регионах. О том, что вот эти самые все персонажи являются никем иным, как наказанными Богом строителями Вавилонской башни. Ну, сюжет прекрасно, значит, известен, да. Вот Бог наказывает, согласно книжной традиции, наказывает строителей Вавилонской башни людей тем, что он смешивает языки, да, они перестают понимать друг друга. И вот этот дерзкий эксперимент по строительству столпа до неба прекращается сам собой, люди рассеиваются по всей земле. Так вот, одна из версий русской легенды говорит о том, что вот Бог проклял этих самых строителей, они попадали с этой башни, значит, которую уже почти довели до самого неба. И вот кто куда упал, тот тем и стал. Ну, и, наконец, еще одна версия, которая тоже, в общем-то, представлена целым рядом русских легенд. Значит, это версия о том, что вот эти все домовые лешие, и в том числе, да, сюда еще добавляются русалки, вы поймете сейчас, почему. Есть никто иной, как фараоновые люди, которые преследовали Моисея и его народ во время их исхода из Египта. Вот когда, значит, Моисей со своим народом случилось чудо, и воды Красного моря раступились, и они все пошли, фараоновые войска кинулись за ними следом. Но воды сомкнулись, и они, значит, в этих водах потонули. Вот отсюда произошли водяные русалки. А те, которые еще не успели, так сказать, в морскую глубину вступить, на берегу остались, они, значит, вот стоят и стоят. И тогда Моисей взял, перекрестил их своим же злом, и они превратились в леших, полевых, там, и разных других наземных духов и разбежались по всей земле. Мне интересно, что ветхозаветный, значит, персонаж Моисей для, как бы, ну, сотворения чуда пользуется крестным знамением. Вот, вы видите, вот такие вот разнообразные сюжеты, которые совершенно друг другу не противоречат. Более того, вносят некое, так сказать, некое разнообразие в трактовку и мотивировку библейских сюжетов. Интересно еще обратить внимание на то, что в Народной Библии сюжеты, которые ее организуют, они как бы выстраиваются в круг. Оказывается, такую закольцованную конструкцию собою образуют. Потому что, например, рассказывают, что вот это тоже такой околобиблейский сюжет, который восходит к эсхатологическим книжным источникам, значит, о том, что в конце света, значит, что будет предвещать конец света. Там много есть признаков, но один из признаков – это то, что небо будет, значит, будет засновано железной паутиной. Ну, трактует это так, что вот провода везде, значит, натянут, вот у нас тут как раз все это очень хорошо видно. И вот когда, значит, небо заснуется железной паутиной, тогда наступит конец света. Но с этим представлением очень хорошо, как бы, соотносится представление о том, как свет начинался. И вот в восточнославянской традиции бытует, и до сих пор осколочки, значит, этого сюжета мы фиксируем. Надо сказать, что не все сюжеты, конечно, хорошо сохраняются, некоторые уходят, тексты разрушаются и так далее. Но вот этот сюжет фиксируется, что в начале света, как происходило творение, что паук свет сновал. Вот паук сплел первую паутину, которая, собственно, как-то ограничила будущее культурное и природное пространство, где возникает потом, где, собственно, на основе которого Господь творит свет. То есть вот этот самый паук, демиург в начале времен и вот эта страшная паутина в конце времен, они таким образом завершают конструкцию всего этого длинного библейского повествования. То же самое происходит с сюжетами о потопе. Вообще потоп часто ассоциируется как бы с повторным сотворением мира, и вот поэтому не случайно там в ковчеге вместо Ноя иногда оказываются Адам и Ева. Значит, после потопа происходит как бы второе творение мира, и жизнь постепенно входит в свои берега. Но оказывается, что в конце, ну это версии, так сказать, более характерные для южнославянского региона, вот это болгарские, македонские легенды, о том, что в конце времен мир погибнет от потопа, то есть будет еще один потоп, который все уничтожит. И иногда, правда, ну это уже влияние, так сказать, современной действительности и влияние вот как бы объективной нашей реальности на народно-исхатологические представления. Говорят, что будет не просто потоп, а будет атомный потоп. Ну это вот представление, так сказать, ожидания всех этих катаклизмов, в том числе страх перед мировой атомной войной. Ну и еще один принцип, который четко соблюдается и прослеживается на протяжении, вот если мы возьмем в совокупности народные легенды на библейские сюжеты, это принцип соответствия между, параллелизм, если можно так сказать, между Ветхим и Новым Заветом. И поэтому в качестве таких двойников, о которых рассказывают одно и то же, являются, ну вот, Адам и Ной, например, или там иногда Ной и Лот, да, который, значит, Ной, спасшийся во время потопа единственный, и Лот, который за правильность свою, получил право, да, выйти сам и вывести свою семью из двух приговоренных к уничтожению городов Содома и Гаморы. Значит, абсолютный параллелизм иногда просто до удивительного какого-то такого зеркального отображения имеют образы Евы и Девы Марии. И даже вот имя Ева-Дева иногда смешивается, значит, вот были в раю Адам и Дева, рассказывают. Или там, например, Адам и Ева оказываются родителями Иисуса Христа. Такие тоже есть версии. Так что ничему здесь удивляться не приходится. Ну, отрицательные персонажи тоже у нас имеют такие соответствия. В частности, вот два злодея есть главных в поле народной Библии – это Каин и Иуда. И как бы вот они постоянно сравниваются. И если речь идет иногда в легенде, значит, о Каине, может вдруг возникнуть Иуда, или иногда, так сказать, на Иуду проецируется поступок Каина, да, что он не только предал учителя, но его физически убил. Даже есть такие версии. Ну и, естественно, Моисей и Иисус Христос – это вот два, так сказать, героя, два лидера, которые ведут за собой народ. И тоже часто вот они в легендах сравниваются. Ну и теперь несколько слов скажу о том, насколько хорошо или нехорошо сохраняются в устной традиции книжно-апокрифические мотивы и сюжеты. Вообще, вопрос о влиянии канонической и апокрифической книжности на народную религию и на те тексты, которые обращаются в сфере народной религиозности, уже основательно был разработан в нашей российской отечественной науке. И просто в связи с этим назову уже ставшие классическими труды Александра Николаевича Веселовского и Николая Федоровича Сумцова. Вот это как бы две основные фигуры. Мы не можем, конечно, здесь сбросить со счетов прекрасное, так сказать, комментированное издание ветхозаветных и новозаветных апокрифов, которые Иван Яковлевич Порфирьев в конце XIX века издавал. И вот сейчас, так сказать, ветхозаветные апокрифы, его переизданные тексты. Там тоже есть, так сказать, ну правда, основной, конечно, интерес Порфирьева лежал в сфере книжности, но он, в общем-то, чутко относился и к таким вот народным переработкам книжных текстов. И ценность вот этих самых трудов состоит в том, что их авторами были установлены и определены вот эти самые книжные и апокрифические корни многих народных библейских легенд. Ну и в этом плане сейчас, вот в современной науке тоже эти исследования продолжаются. И приведу в пример книгу Веры Станиславовны Кузнецовой о восточнославянских дуалистических легендах, которые как бы вот выполнены тоже так вот в русле, да, работ Веселовского. Дуалистические легенды – это легенды о сотворении мира, когда говорится о двух творцах, что не Бог творил мир единолично, а у него на самом деле были помощники или помощник. Причем, значит, Господь при этом представлял, так сказать, светлую творящую силу, а помощник-то был его антиподом и оппонентом. И считается, что вот в этих легендах дуалистических, ну как бы сохранились, да, и бытовали остатки манихейской ереси, ереси манихеев, богомилов, которые вот в раннем средневековье, так сказать, это было очень такое популярное религиозное философское движение, в котором признавались две равновеликие творящие силы – темное и светлое. То есть вот удивительным образом остатки этого мировоззрения застряли в некоторых устных текстах. Ну, надо сказать, что вот это как раз тот сюжет, дуалистические вот эти представления, которые сейчас с большим трудом можно выловить, то есть современные традиции уже практически не описаны, ну, этот сюжет не встречается, что Бог с товарищами или с товарищем творит мир. Даже вот если взять регион, в котором мы работали, это Полесье украинское и белорусское, если мы возьмем старые фольклорно-этнографические источники, этот сюжет есть, его записывали неоднократно, первая публикация чего-то такого очень хорошего текста с подробностями, 1865 год, записан текст был на Волыбе, опубликован в одной из украинских периодических изданий. А когда мы ездили в Полесье, это вот 80-е, 70-е, 80-е годы уже прошлого века, таких сюжетов мы уже не записывали, это какие-то там совсем маленькие осколочки, какие-то такие смутные воспоминания. Но это вот, как говорится, жизнетрансформация текстов в реальной действительности, с этим надо считаться. Что удалось из книжно-апокрифических источников нащупать в том объеме современного материала, который мы записали? Достаточно популярно и широко распространены фольклорные переработки рукописания Адама. Сюжет знаком или напомнить? Кому, когда Адам не знаком. Речь идет о том, что рукописание Адама – это такой, значит, тоже древний апокриф. Вот, и речь там шла о том, что Адам был вынужден вступить в договор с сатаной и дать ему расписку рукописания, значит, потому что сын его, Каин, родился, ну, как бы мы так сказали, скажем, с физическими недостатками, то младенец был украшен, в кавычках, змеиными головами, которые, значит, кусали Еву, когда она пыталась кормить этого младенца грудью, и вообще доставляли массу неприятностей. И вот сатана сказал Адаму, что он сможет все исправить и избавить ребенка от, значит, этого уродства, если Адам даст ему расписку в том, что он ему отдает, так сказать, всех людей, как говорится, в последующие поколения. И Адам действительно дал такую расписку, расписался, значит, либо отпечаток руки на камне сделал, либо там как-то по некоторым вариантам кровью там на этом самом камне написал. Этот камень был брошен в пучину морскую или там по другим версиям в реку Иордар. И с тех пор, значит, люди, как бы после того, как они изживали свой земной век, попадали в, понятно, в чью власть, да? И только этот кабальный договор был разрушен, когда Иисус Христос, крестясь в Иордане, наступил ногой на этот камень, и он раскололся. И таким образом человеческий род получил надежду на спасение, так сказать, в посмертном существовании, в следующей, так сказать, жизни. Это вот такая схема вот этого самого апокрифа. Ну вот в нашей, так сказать, традиции устной, да, которую мы фиксировали, мотив рукописания Адама оказывается связан с несколькими ситуациями. То есть необязательно речь идёт о Каине и Авеле, хотя этот сюжет есть, действительно. Значит, либо Каин рождается вот с такими какими-то физическими уродствами, либо, более того, он оказывается просто сыном Евы и Сатаны, и поэтому вот он, так сказать, такой вот изначально злой, чтобы как-то эту ситуацию разрулить, вот Адам даёт эту расписку. Но есть ещё и такие рассказы, что Адам, когда Бог выгнал их с Евы из рая, ну что, ему ничего не пришло, не оставалось делать, как заняться хлебопашеством. И он, значит, там, Бог, правда, их совсем не оставил, он дал им орудие труда с собой. И вот Адам, значит, плугом пашет, а чёрт мешает ему пахать, потому что Адам пашет, борозду сделает, а чёрт идёт за ним, и вот эти вот самые пласты земли, которые Адам выворотил плугом, он обратно их укладывает. И ничего не получается у Адама. И тогда, вот, собственно, чтобы как-то эту ситуацию тоже исправить, Адам соглашается дать расписку чёрту в том, что он, значит, вот отдаёт ему людей в последующей жизни, и тогда чёрт от него отстаёт, перестаёт ему мешать, значит, его и сельскохозяйственным работам. Или ещё один вариант, когда Адам не знал, что день сменяется ночью на земле, да, в раю, наверное, у них было всегда как-то по-другому, а здесь, когда наступила ночь, он очень испугался и подумал, что вообще всё, жизнь кончилась. И тогда хитрый чёрт, сатана, сказал ему, что ну ты мне давай расписочку дай, и я тебе, в общем, всё исправлю. Вот, ну, Адам наивно, значит, дал это самое рукописание своё, а чёрт просто дождался рассвета и сказал, а вот сейчас, значит, и будет свет. Таким образом, обманул просто Адама. Значит, вот этот самый мотив расписки, ну а дальше уже там, так сказать, как избавляются от этого рукописания, ну, в основном, так сказать, вот придерживаясь схемы апокрифа, концовка, в общем, у всех этих легенд практически одинаковая. Если, так сказать, сюжет продолжается, действительно, хочется ответить на вопрос, а что стало потом вот с этой самой распиской. Ещё один замечательный апокриф, который лёг в основу многих славянских народных библейских легенд, это апокриф о том, как дьявол пробрался в ковчег в виде мыши. Ну, это тоже, в общем, такой замечательный текст, и одна из самых версий ранних письменных содержится в такой одной из древнейших списков толковой пыльи, такого памятника, да, апокрифического памятника, который комментирует, да, библейские события, связанные с миротворением. Вот один из древнейших списков, так называемая Барсовская пылья, это самое, так сказать, раннее 15 век. И вот там тоже этот сюжет есть, сюжет о том, как дьявол, желая погубить человеческий род, пробирается в ковчег в виде мыши, и когда ковчег плавает там по морям, он начинает грызть днище этой самой лодки, ковчег начинает тонуть, и тогда, значит, появляется чудесным образом, значит, ну, в разных вариантах, там, Ной взмолился, значит, к Богу, и Бог сотворил кошку, которая, значит, эту самую мышь съела, и таким образом потопление было предотвращено. Или, ну, это уже, так сказать, из области народных легенд, когда, значит, Ной в панике не знает, что делать, тут лев спасает ковчег, значит, лев чихнул и выфоркнул из носа кошку, всю похожую на себя, такую же свирепую, но маленькую, которая тут же эту самую мышь съела. Но это уже, так сказать, в народных легендах идет трансформация этого сюжета, а в толковой палее очень четко, значит, сказано, что вот эта самая кошка съела мышь, и дальше совершенно замечательный такой этиологический вывод, и от то ли по чаша быти коты, значит, если кто не знает, откуда кошки произошли, вот, пожалуйста, обращайтесь к толковой палее. Вот, так вот, значит, этот самый сюжет о некоем враге, да, который желает потопить ковчег, и о спасителях Ноева ковчега, он тоже в огромном количестве интереснейших версий бытует в славянской народной традиции, значит, как я уже сказала, лев спасает ковчег, значит, с помощью своего клона, да, маленького кошачьего, вот, или вторым спасителем ковчега оказывается уш, который затыкает самую пробоину головой или хвостом, и вот, как повествуют народные легенды, за это, значит, в тех вариантах, где он заткнул головой, за это ему Бог дал отметину, значит, золотую корону на голову, ну, вы знаете, вот, кто уже видел, даже, может быть, на картинке вот эти желтые пятнышки у него на голове, считается, что это вот та самая золотая корона, которую Бог ему дал, и с тех пор уже и запрещено убивать, ну, действительно, в народной традиции, вот, в сфере актуальных верований этот запрет достаточно четко соблюдается, уже убивать грех, за это могут последовать разные наказания, то есть, вот, значит, этот сюжет тоже у нас фиксируется, и, ну, приведу еще один, пожалуй, такой апокрифический сюжет, который в письменных памятниках есть, и вот, особенно его любили, как бы, переписывать и тиражировать в рукописных сборниках на территории Юго-Западной Руси, то есть, ну, это современная Украина, территория Украины, это, значит, рассказ о том, как неверующим было дано подтверждение воскресения Христова, потому что, ну, когда евреи распяли Христа, они, естественно, считали, что, как бы, никакого продолжения этому событию не будет, и вот они пришли, значит, после распятия, сели за стол, сделали себе, так сказать, трапезу, и вдруг у них, так сказать, на столе встрепенулся и запел жареный петух, и таким образом они поняли, что чудо воскресения случилось, что если жареный петух воскрес, то Христос воскрес однозначно. Вот этот сюжет в народных легендах тоже очень, как бы, в народной прозе очень популярен, и там, так сказать, не только жареные петухи, значит, воспевают, да, там, например, из вареных яиц вылупляются живые цыплята, или рыба, которая тоже была приготовлена на эту трапезу, лежала себе спокойно на тарелке, вдруг, значит, треп-треп-треп, и, как они говорят, и вдруг случилась на полу такая вот колюжа, лужа, да, и рыба в той воде плавает. Ну, и таким образом, значит, вот эти самые неверные иудеи, которые распяли Христа, были, с одной стороны, посрамлены в своем неверии, с другой стороны, получили знак такого чуда, подтверждающего истинность, так сказать, Христовой веры, и многие из них после этого, конечно, пошли и тут же крестились. Ну, в основе, значит, вот этого текста, если мы заглянем в глубь веков, ну, как-то вот пока исследование сходится во мнении о том, что существовала византийская легенда с X века, вот она, значит, послужила толчком для разработки дальнейших устных и письменных версий этого сюжета. Ну, удивительным образом, непонятно пока откуда, встречались в наших материалах отголоски апокрифических Евангелий, да, мы знаем, что помимо четырех канонических Евангелий существует еще несколько памятников, которые, ну, в частности, вот, Евангелие от Никодима или Первое Евангелие от Иакова, которые каноном не признаются, но, тем не менее, в рукописях они существуют, они бытуют, и у каждого из этих памятников есть своя традиция. И вот буквально дословный, как бы, пересказ первой Евангелия Иакова мне встретился в Полесье, в Волынской области, западная Украина, такое глубинное украинское полесье, 90-летний старик, повезло мне с информантом, дедушка был крайне начитан, так сказать, и в книжных текстах, и очень хорошо знал устную традицию, и постоянно их сравнивал. Значит, он рассказывал о Рождестве Марии, и его довольно пространный рассказ, удивительным образом, я сначала думала, что он просто, ну вот, в силу своей как-то вот способности, да, к изложению сюжетов, просто вот так вот красиво мне сконструировал текст. Оказывается, что текст он не сконструировал, он просто, видимо, как-то имел представление о неком первоисточнике, правда, непонятно, так сказать, где этот первоисточник искать, потому что Первое Евангелие Иакова явно он как текст не читал. Значит, и вот там о Рождестве Марии, значит, он рассказывает. Был великим угодником, то Иосиф, муж, и вона была девица, такая, что выпрошена у батька, то есть, ну, вымоленная, да, долго не было детей, и вот они, значит, родители Марии, молились они с посланием ребенка, выпрошена у батька, выпрошена у Бога. Батька был с матерью бездитный, а у них в то время считалось, что той народ никуда, как бы ты злодий, никуда не годный ты, если у тебя нет детей, значит, вот как бы общество тебя уже не принимает. Вот. И священники даже жертвы не принимали от таких людей. И звався вин Яким Иоанна, значит, ну, родители, да, дел Марии. Твои жертвы, кажи, Бог не принимает, потому что ты человек грешный, ты же не маешь роду, не имеешь потомство, значит, ты грешник. То вин ишел у пустыню, и малывся день, и ныч, и женка молилась, пока у них родилась сятая девчинка. И вон и посвятили ей, и дали на служение Богу. То есть вот они, значит, собственно, почему Мария оказалась, как бы вот потом в храме, родители ее туда отдали, как, ну, по обету, скажем так, да. Так вот, значит, это то, что вот он мне рассказал. А вот первоисточник. И вот наступил великий праздник Господень, и сыны Израилевы принесли дары свои. И восстал Рувим против Иоакима, говоря, не надлежит тебе предлагать дар твой, ибо нет у тебя потомства в Израиле. И не хотел Иоаким в огорчении показаться перед женой своей, удалился в пустыню, и поставил там палатку свою, и постился сорок дней и ночей, говоря в сердце своем, я не приму ни пищи, ни питья, но молитва мне будет пищей. В общем, Анна сказала, жив Господь, Бог мой, мальчик или девочка родится у меня, я отдам его Господу, и он посвятит всю жизнь свое служению Господню. То есть, как бы вот, ну, база общая, да, двух этих рассказов очевидна. Как они, так сказать, соотнеслись через такой большой промежуток времени, пока еще не очень ясно, с этим надо разбираться. Ну, и еще одна, значит, еще один сюжет, который, видимо, пришел в народную традицию из так называемого Евангелия детства. Это такой памятник, который рассказывает в подробностях, да, о детстве Иисуса. Как мы знаем, в канонические тексты, да, если мы возьмем канонические Евангелия, практически ничего там, ну, не говорят о том, так сказать, о предыстории Иисуса, Он сразу появляется перед нами взрослым человеком и начинает, так сказать, призванным творить свои чудеса. Так вот, я имею в виду широко распространенную у славян легенду о том, как во время бегства в Египет святое семейство попадает в руки разбойников. И разбойники хотят их не только ограбить, но и убить. И спасает, так сказать, ситуацию лишь то, что, значит, один из разбойников приходит, ну, главарь разбойников приходит и видит младенца Иисуса и говорит, что я никогда не видел такого красивого младенца, значит, оставьте их в живых. И якобы, значит, по одной версии сам этот разбойник потом оказался, ну, события сложились так, что вот этот разбойник оказался распятым вместе с Христом. Вы помните, что вместе с Христом были распяты два разбойника, причем один, значит, был благочестивый, который, ну, так, сочувственно относился к ситуации, а второй был дерзкий, даже на кресте попрекал Иисуса, говоря о том, что, значит, если ты сын Божий, то что ж ты так сам не спасешься и нас не спасешь. И вот тот разбойник, который смиренность проявил, он, собственно, и был достоин Царствия Божия после распятия. Вот. В народной среде тоже этот сюжет есть, но там часто героем вот дальнейших событий оказывается не разбойник, а его сын, который тоже оказывается, ну, спасенным благодаря вмешательству святого семейства, потому что сын этот был очень тяжело уболен, никакие лекарства ему не помогали, и согласно вот Евангелию детства, только когда мать этого вот несчастного больного ребенка искупала его в воде, в которой предварительно Мария искупала младенца Иисуса, тот сразу выздоровел. Ну, сейчас маленький перерыв, пожалуй, рассмотрению конкретных сюжетов, но еще два слова скажу, еще об одной особенности, которая характеризует корпус текстов, которые вот нам приходилось записывать, там, например, в Подоле, на Украине и в Западной Белоруссии. Дело в том, что это такой регион, где исторически славянская традиция в течение многих веков сосуществовала с великой, так сказать, книжной традицией, не славянской, а именно традицией еврейской. И, естественно, вот в области, так сказать, народной религиозности, в области тематики, связанной со священным писанием, неминуемо были, возникала ситуация взаимного влияния. Поэтому отдельная интересная тема исследования – это тема, связанная с влиянием иноэтнической книжной и устной традиции на славянскую народную Библию. И вот легенды, которые записаны в Подоле, в Галиции, в Полесье, на Карпатах, они иногда, славянские легенды, содержат в себе отголоски отнюдь не славянских сюжетов. Причем, как бы, чаще всего это тексты, ну, скажем так, не массовые, то есть, ну, там, не 125 вариантов, да, один, два, три варианта, что на самом деле свидетельствует в пользу того, что перед нами заимствование. То есть, как бы, массового заимствования не было, но отдельные случаи, вероятно, были, и вот они оказались зафиксированными в устной славянской прозе. Значит, можно предполагать, что, ну, влияние, значительное или незначительное, это еще предмет отдельного исследования на славянскую фольклорную традицию, оказала еврейская традиция, связанная с толкованиями текстов священного писания. Это раввинистическая литература и так называемые медроши, то есть, как бы, комментарии, устные. Продолжение следует...